продолжаю свой рукодельный влог и сейчас хочу показать мыло которое я очень давно делала я вот дарила автору этой книги которую мне кстати в этот раз подарили дарила по его пьесам вот такого снеговичка и ну здесь я его беленьким делала у меня тогда было были разные ну можно вид там вконтакте увидеть в разные одежки но вот этот вот такой вот беленький был дальше по книжке гри бабушка я делала но вот надо пленку поменять там картинка водоразмываемая бумага и конечно вот еще тут гри бабушка прямо сейчас нужно понятно что-то стряслось с мылом уж я не знаю чего именно странно короче его в пакет положили вот поэтому вот она повредилась понятное дело что изначально она таким не было и но это много лет назад вот эти три кусочка я делала много лет назад поэтому вот а еще я дарила вот в девятнадцатом году такого поросенка и сейчас подарила вот это мыло коньки в поезде я вязала просто с огромным удовольствием я взяла с собой вот эти нитки контекс вот вторые нитки которые я покупала с лавсаном они как они забыла мотыли по моему ты лег называются а ну вот сейчас я вам покажу следующие они мне конечно понравились больше эти попроще кстати они отличаются по цветам я брала но я вижу в две нити подумала так будет интереснее в общем вот такая салфетка получилось но безусловно в два сложения хлопок конечно это вот уже салфетка выглядит так как нужно вот но нитки вот мотылек они мне кажется с виду то вроде как одинаковые но когда в два сложения вяжешь получаются салфетки мне кажется побольше но мы сейчас сравним я не хотела брать с собой вот эту салфетку но решила взять потому что все таки время будет да вот эти вот нитки вот это тоже такие как эти а вот эти розовые как вот из которых я вязала вот ну кстати между прочим вот действительно плюс минус но здесь вот 1 2 3 4 5 6 7 9 9 9 9 10 11 12 13 рядов то есть вот если но получается что все равно вот эти вот нитки как-то это побольше из них изделия выходит так то вот и плюс еще вот будет здесь будут розочки но правда вот если сравнивать вроде бы связано да похоже рисунок а те же столбики с накидом но вот здесь я вязала немножко по-другому там ну чуть-чуть по-другому отличалась короче ну кстати они вообще реально по плотнее поэтому буду скорее всего вот если найду побогаче палитру буду вот эти брать эти конечно более дешевые но я брала на пробу чтобы посмотреть как и что но все-таки наверное буду брать вот эти они выглядят по симпатичнее вот чем буду делать розочки я уже вернулась из питера и сейчас хочу вот показать эту салфетку замечательную я просто очень довольна это салфетка уже из хлопка но тут еще лавсан по моему в составе по крайней мере вот это вот в два сложения и здесь идет немножко такая блестящая ниточка и вот здесь вот а это другие нитки но тоже хлопок там кажется я очень довольна хотя когда я начала делать вот эти розочки тоже по мастер-классу бразильских блогеров мне почему-то не зашло сначала а когда я уже доделала до конца мне понравилось вот ну розочки тут вот они такие вот мастер-классы есть разные там и розы и тюльпаны но тюльпаны я себе делала это я не знаю себе оставлю или нет это салфетка уже по размерам как и положено у бразильцев то есть не меньше то есть вообще удалось как бы подобрать нитки слава богу а вчера я была в леонардо и еще купила себе три матка вот сейчас покажу что именно на пробу я взяла нитки context мягкий хлопок серия light 70 процентов хлопок 30 нейлон 220 метров вот такие потому что но я по моему тоже context и это наверное тоже разные серии почему взяла эту на пробу дело в том что вот эти нитки толще чем вот там вот например вот эти которые я в два сложения это по моему мотылек вот а здесь нитка очень похожа на те что бразильцы вяжут то есть вполне возможно обойтись нитками ну в общем в одну нить вязать там были еще достаточно толстые я надеюсь что все подойдет потому что иначе будет обидно получится тогда ни туда ни сюда но потому что если тонкую нить можно в 2 в 3 сложения сделать да то это уже в два сложения будет тогда слишком толстая я надеюсь что все подойдет там были еще более толстые нитки но они мне не нужны в данном случае посмотрим она правда знаете я вообще так ходила смотрела думаю вот это можно в два сложения это вроде как в одно и казалось бы есть из чего выбрать но я уже шла примерно представляю что я хочу вязать и вот тут я опять же столкнулась какой проблемы проблема цвета все пастельные я люблю пастельные оттенки но они не всегда нужны и проблема в том что я не нашла желтый цвет то есть он был такой нежный пастельный но мне нужен был яркий цвет но вот если сравнивать салфетку из акрила и салфетку из хлопка это абсолютно разные получаются вещи и короче говоря я так это взяла вот эти я уже думаю ну хорошо пусть будут вот это в одну нить потом возьму другой цвет более если нитка тонкая ну возьму два матка в два сложения сделаю без разницы но везде одни пастельные цвета настолько они нежные но они не в общем не подходит под то что я собиралась сделать к сожалению ну по крайней мере вот на данный момент то что мне было нужно но наверное в интернете можно найти но опять я поищу как-нибудь прям сяду основательно поищу посмотрю разные сайты потому что там например тот же самый волдырь из там если нормальные цене кто надо брать штук по 10 но это тоже согласитесь не вариант если брать основной цвет к примеру там белый ну например или там какую-то масштабную вещь собираешься делать конечно есть смысл вот а если у них там а по одному матку там ценник иногда неадекватный ваша не например выбор меньше но вот в леонардо который считается казалось бы не дешевым магазином как оказалось в леонардо ценник меньше чем ценник ваша не причем очень сильно отличается вот на каких-то сайтах можно взять по штучной нитки но там либо доставка неоправданная либо там и все что-то надо пройтись по каким-то местным магазинчиком в принципе может быть даже сегодня мне нужно будет выйти попозже может быть я даже зайду метро в магазине если он еще там есть посмотрю что предлагают не знаю общем но это вот один моточек я такое взяла и еще я докупила моточек уже вот детская новинка то что я брала но мне и девочки советовали вам кати путякова как раз спасибо тебе огромный ну и не только и вот рукоделочная канал инстаграм спасибо тоже тебе огромные всякие там ссылочки покидала в общем я взяла вот эти нитки это 08 светло-серый я уже покупала такие еще стальное брала ну так вот я подумала что мне нужно будет для себя ну или может быть не для себя я не знаю буду вязать коврик но уже именно коврик а я подумала что акрил можно тогда использовать для ковриков то есть на пол или на какие-нибудь там сидушки на стулья вот что-то подобное пойдет акрила уже на стол вот вот это хотя казалось бы до акрил он вообще гипоаллергенные я не вижу ничего плохого да там положить на стол но вот мне хочется прям вот по максимуму делать то что делают бразильцы хотя я понимаю что все равно это не получится ну получится так приближенно потому что вот кстати у них вот это барокко мульти мультикалор вот у нас нет таких ниток потому что типа мультикалор есть но там сейчас я покажу вам ну вот например что можно купить у нас да вот такой мультикалор есть конечно пряжа более дорогая там и цвета бывают поярче поинтереснее но это все не то потому что вот сейчас я вам объясню ну может быть я там ссылку дам вы увидите о чем идет речь вот блогер почему мастер-классу я все это делала да у нее вот эти вот эти нитки они именно мультикалор идут то есть зеленый от светла салатового к темно зеленому и получается вот прям реально так ну естественные такие листочки прям вот как ну я не знаю вот если мы раскрашиваем да можно просто зеленым закрасить а можно сделать переходы вот там вот именно так и есть и у нее красные розочки были и тоже там от красного идет до прям нежно-розового и но это лучше получается конечно же интереснее смотрится да у них есть и вот такой мультикалор там тоже очень классные салфетки но тем не менее ну вот а это я задумала коврик связать поэтому взяла вот еще одни ниточки ну чтобы было удобно потому что например вот у меня здесь два вот таких моточкой мне было помояне синий вот вот там у меня синие 2 марка лежат я их брала это очень удобно зеленый пришлось один моток перематывать на ну как бы на 2 так и третье что я взяла это вот этот моток тоже детская новинка вот розовый это оттенок как он называется очень светлая бегония 180 я как раз буду совмещать с этим но там будет совершенно немного розового так что мне хватит вот этот моток стоил 133 рубля кажется но здесь 220 метров я думаю нормально а эти были то ли по 70 чем-то то ли по 80 чем-то рублей как как то так ну а в поезде да я связала вот такую салфетку видите на на чуть меньше тоже вот натуральные вот эти ниточки получилось очень интересно потому что одни были потемнее одни посветлее но я это рассказывала даже видно здесь да просто я снимаю фрагментами несколько дней то что я ехала в поезде вязала просто практически на одном дыхании вот поезд шел 8 часов но наверное часов 5 ну и с некоторыми перерывами я короче вязала там и потом что-то там какой-то наверное фрагмент я уже не помню буду монтировать увижу снимала я не снимала и я не помню что этом рассказывала где-то буду что в поезде озвучивать потому что ничего я буду в ночи там разговаривать то что в плане стеснения мне вообще по барабану где снимать чего говорить вот ну как бы чем как то так вот этими результатами я уже довольна но я сейчас прям так основательно сижу учусь потому что я просто в восторге от вот бразильцев я не знаю я каждым днем я сижу учусь у них и вот мне реально хочется у них учиться учиться я даже думаю что я возьму куплю наверное чуть позже может быть у них какие-то уроки но я подумаю то что youtube он все больше больше мне предлагает instagram больше предлагает всяких уроков вариантов поэтому я конечно просто сначала посмотрю и если чего-то глобально будет не хватает то я наверное куплю целый курс хотя на наши деньги это прям ну нет но на наши деньги ну 14 тысяч где-то вот так вот будет стоить примерно в принципе и наши всякие мастера имеется ввиду даже не в плане вязания в плане ну разных обучающих моментов там тоже такие же вот курсы там например женщины беспредела то есть вот то что я там покупала по тейпированию мастер-класс там полный курс стоит да где-то 1014 наверное а то и больше но сейчас я не готова купить но наверное может быть потом я рассмотрю вариант потому что я считаю что если уж у кого учиться то у бразильцев они я зашла на ярмарку мастеров когда-то у меня там был интернет магазинчик но он как бы сейчас есть но я ничего там не выставляю но посмотрим как что будет и посмотрела что наши мастера предлагают конечно очень красивые вещи там красивые салфетки вот но это я как-то я думаю о чем меня ну как то не впечатляет почему думаю но это же классная работа это обалденно красиво ну вот и почему меня так бразильцы впечатляют ну потому что вот у них настолько это все ярко жизнерадостно и даже вот однотонные до салфетки которые они вяжут это все равно невероятно и стильные и прямо вот как-то настроение поднимается я просто когда смотрю на на салфетки вот эти которые тоненькие из тоненьких ниток ажурные они обалденные но вот смотришь сразу вспоминаешь когда-то раньше стилили знаете на стол особенно на круглый стол скатерть такую ну допустим льняную какую-нибудь это тоже классно до обязательно придут гости кто-нибудь у меня сразу такие на эти воспоминания обязательно один какой-нибудь гость который будет из раза в раз вот он только сядет и у нас был такой гость который только сядет за стол и он обязательно тут же тут же что-то прольет например томатный сок после вот эти тоже крошки все прочее а вот эти салфетки они лежат потом ты начинаешь протирать пыль поднимаешь салфетку и такой узор хотя это с любой салфетки будет но не знаю у меня такие воспоминания и то что это крахмалить их надо не хочу но было очень полезно изучить предложение вот я так поизучала хотя не знаю наверное бразильская культура не всем близко но вот может быть это я так воспринимаю с таким восторгом потому что я всегда все бразильское так воспринимаю потому что например вот я когда в питер поехала я там увидела на московском вокзале это самое ну автомат по продаже жвачек со всего мира там сша мексика еще что там и была бразилия один только вариант жвачек причем я удивилась он самый максимально дешевый 50 рублей но их там не было я уже возвращалась обратно посмотрела не было то есть мне не в том плане что мне нужна жвачка я хочу просто взять то что ну как бы предложено из бразилии я кстати пока вот вижу что-то по их мастер-классам я по-моему повышаю свой уровень бразильского потихоньку потому что я тоже одно время там читала всякие интернет журналы и там где и готовка и прочее вот эти все их обозначения я выучила нура сейчас вот вот это уже то что визуальное очень полезно то есть помимо всяких передач сериалов это как вариант просто гениально изучать язык я уже даже когда выключаю мастер-класс продолжаю вязать я уже понимаю что я ну допустим там все эти термины я их как-то проговариваю про себя на португальском это тоже очень забавно причем в какой-то момент я думаю нет стоп и все равно вот у меня уже так прям в привычку вошло ну теперь у меня будет в планах связать маленькие салфеточки под бокалы и салфетницы и для этого и для этого ключи очень много у меня планов буду их осуществлять но это видео я завершаю прошу прощения что без штатива я просто думала сниму какой-то фрагмент а в итоге все это растянулось уже там минут наш 15 что ли а то и больше если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео мой инстаграмм 3 семерки рыжие 3 восьмерки благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроение вдохновение абсолютно во всем уютных вязальных вышивальных раскрашивательных вечеров творческих до скорой встречи всем пока пока пока